Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Я сперва, значит, прочту ваш текст, ещё раз разберу его, дам комментарий по поводу тех моментов, которые мне кажутся важными, а потом отвечу на ваш вопрос, ну или вам уже будет понятно. Итак, как обстоят дела? Значит, во-первых, по первому впечатлению от вашего текста, мне представляется так, что вы немного, знаете, чересчур сильно дорожите мужчинами. То есть вы достаточно мягкий человек, вы достаточно такой уступчивый человек, и, ну, может быть, здесь употребимо слово прогибчивый, но прогибчивый, конечно, не в том плане, что вы прогибаетесь, да, то есть не в уничижительном смысле этого слова. А прогибчивый здесь скорее в том смысле, что можете уступить, готовы уступить, и считаете, что в этом нет ничего такого, что, в общем, люди должны выступать. И, в принципе, я с вами согласен в этом, но проблема в том, что другие воспринимают это не всегда, так, как нам хотелось-хотелось бы. И очень многие, в частности, мужчины, они воспринимают уступчивость как слабость. Ну, в силу того, что мужчин так воспитывают. Мужчин воспитывают в контексте, что он должен быть сильным, он должен быть неуступчивым, он должен быть расчетливым, он должен не поддаваться зависимостям, он должен не поддаваться слабостям и так далее, и так далее, и так далее. Вот благодаря, ну, отчасти благодаря такому воспитанию и появляются мужчины вот примерно такого типа. Хотя, конечно, это далеко не единственная причина, по которой мужчина становится жестоким манипулятором и авторитарным, так сказать, партнером. Хотя, на мой взгляд, авторитарность сейчас, она сильно избита. То есть, люди называют себя авторитарными, но при этом авторитарными не являются. Я поясню. Жестокий – это тот, кто причиняет боль другому. Причины, почему причиняет, да, нас сейчас не интересует. Просто, жестокий – это тот, кто может причинить другому боль. Манипулятор – это тот, кто путем обмана достигает своей цели, да. А авторитарный человек – это тот, кто имеет авторитет. Проблема в том, что авторитет должен быть чем-то обеспечен. Обеспечение авторитета является самой важной составляющей здесь. Если нету обеспечения, если авторитет никак не обеспечивается, то человек не авторитарен. Он тоталитарен, он подавляет, но он не авторитарен. Понимаете? А вот уже авторитет – это когда за этим человеком хочется идти, когда человек обладает харизмой, когда к человеку прислушиваешься. Знаете? Вот это авторитет. Дальше. Начали встречаться с молодым человеком… Так, начали встречаться с молодым человеком, когда начали… Еще вчера он мне признавался, что влюбляется. Ну, вы знаете… Интересная штука. Вот, получается, что мужчина настолько сознательный, что способен прямо отслеживать процесс, как он влюбляется. Я, конечно, не знаю, но мне думается, что ни один человек, который чувствует влюбленность, не может сказать, что он влюбляется. Или можно сказать, что он не любит. Но влюбляется – это процесс. То есть, это процесс, который, предположительно, можно прервать. А он только в том, что процесс этот не прервается. Даже не процесс, как таковой. Это просто чувство, оно возникает. Просто какое-то время человек его не осознает, не чувствует, не замечает до определенного момента. Поэтому либо ваш мужчина в вас уже влюбился, но не хотел этого признавать, потому что, опять же, боялся зависимости, как и любой жестокий манипулятор. Либо он в вас не влюбился, то есть, он вас не любит и, соответственно, говорил вам это, чтобы вас к себе привязать, потому что вы для него удобно. Вы пишите, он мне очень нравится тоже. Интересно, чем? Да, смотрите. Вы пишите, он мне очень нравится, он признался, что он жестокий манипулятор и авторитарен. Так он вам этим нравится? Просто вы ничего другого про человека не написали. Ну и нет ничего авторитарного в его фразах, которые вы приводите в своем тексте. Понимаете? Вот. Далее. Как вы отнеслись к тому, что он жестокий и, по его словам, манипулятор и авторитарен? Как именно вы отнеслись к этому? То есть, вас это не насторожило? Вам это понравилось? Вы считаете, ну, например, что так должно быть? То есть, вы такого мужчину видите рядом с собой? Или как? Каково ваше восприятие того, что он жестокий манипулятор и авторитарен? Является ли это правдой? Опять же. То есть, насколько это действительно так? Потому что, с одной стороны, те, кто действительно жестокий и манипулируют через авторитаризм, они вряд ли будут в этом признаваться. То есть, вряд ли будут раскрывать карты все. С другой стороны, мужчина мог подумать, что вы его приняли таким и примите любым, потому что вам нравится. Либо человек признался вам, потому что боится сближаться и хочет, чтобы вы от него отдалились. То есть, боится близости. Поэтому пытается себя представить вот так, в негативном ключе. Но, опять же, здесь было бы лучше, чтобы вы сказали, сколько встречались с молодым человеком и через сколько времени он признался вам. И были ли какие-то события непосредственно в этот промежуток. Да, то есть, начало того, как вы встречались, и до его призназу. Потому что, ну, пока это вот очень, так вот, очень поверхностно. Все. Сегодня в этом раз в переписке я немного обиделась на его фразу, признаюсь, что обиделась без повода и зря. Ну, понимаете как? Вот здесь есть обесценивание себя. Да. Поймите правильно. Во-первых, смс-переписки – это нормальное такое общение, но только для очень такого, знаете, легкого. Это первое. Второе. Если вы обиделись, то есть у вас возникла обида, то это серьёзное происшествие именно в вашей жизни. Может быть не стоило на молодого человека это проецировать, но вы девушка. И если вы обиделись, то к своим чувствам нужно прислушиваться. Чтобы мужчина знал, что вам не нравится. Чтобы мужчина знал, как себя с вами вести. Чтобы мужчина знал, как вам нравится, как вам не нравится, чего вы хотите, чего не хотите. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что если вы обиделись на фразу, как вы говорите, что вы соскучились и гапризничаете, то мужчина, если он любит девочку, он это примет. Он это воспримет спокойно. Абсолютно. Да? Потому что, ну, женщина, если она с мужчиной, она может вести себя, в принципе, как ребёнок. Ну, просто потому что женщина вот такая. Да? Вот. Но, в любом случае, не обижаться может женщина, которая достаточно рациональна. Далеко не каждый мужчина может вынести рядом с собой рациональную женщину. Тут, скорее, требование не к рациональности, а к, не знаю, к безвольности, может быть, к обесцениванию себя. То есть, вот этот вот пункт, что вы говорите, что обидели без повода и зря, это вот такой звоночек в сторону обесценивания. То есть, вы сами себя свои чувства обесцениваете. Если вы обиделись, значит, это важно. Другое дело, что была ли эта обида обоснованной или нет. Но это важно для вас. Может быть, вы считаете, что вам недостаточно внимания уделяют. Может быть, вы не чувствуете себя значимой. Может быть, вы боитесь чего-то. Понимаете? То есть, в любом случае, обида – это сигнал. Это сигнал, что нужно что-то менять. Это сигнал, что нужно свое поведение как-то корректировать. Понимаете? И закрывать на это глаза и говорить, что вы без повода и зря обиделись – это игнорирование своей проблемы. Игнорирование логики. И здесь у меня возникает вопрос. А как часто вы игнорируете то, что чувствуете? Как часто вы игнорируете обстоятельства? Понимаете? Дальше. Я ему холодно ответил. Ну, это нормально, если вы обиделись. Ему не понравилось, и я пошла на попятную, объяснила, что просто заскучилась, поэтому капризничаю и извинилась. Ну, вот здесь момент. Вы пошли на попятную. А зачем? Зачем пошли на попятную? Ведь вы обиделись. И мужчине нужно знать, что вам нравится, а что нет. А идеально попятную, вы, опять же, показали мужчине, что вас можно не воспринимать всерьез. Ну, если вы ответили холодно молодому человеку, ну, скажите, что вам не нравится. Пусть он сделает то, что вам нравится, например, и просто вы больше не будете повторять, ну, таких вот поступков. А вот получается, что вы пошли на попятную только потому, что ему не понравилось. Ну, не понравилось ему, и что? Что дальше? А ему должно все нравиться, по вашему мнению, или как? Что это за отношения тогда? Дальше. Значит, ээээ, так, просто соскучилась, поэтому капризничаю. Опять же, смотрите, вы не сказали мужчине, что капризничаете. То есть, они сказали, что скучаются. Прости, что скучаются. Вы капризничаете, отвечаете холодно, но не говорите о своих чувствах. Вопрос. Для чего вы скрываете свои чувства? То есть, не говорите, как есть. Не искренне. Не честны. В ответ он написал мне все такое, что такое уже было в его прошлых отношениях, и таких обид на пустом месте не надо, и таких отношений тоже, сколько раз все знает все это, и потому заканчивает общение. Ну, знаете, влюбленный человек, именно влюбленный, так себя не ведет. Влюбленный человек не переносит, когда объекту его любви, а влюбленность это страсть, поэтому объекту страсти плохо. Влюбленный человек делает все для того, чтобы объекту его влюбленности было хорошо. Поэтому либо этот мужчина очень сильно контролирует свои чувства, что вряд ли, либо он в действительности вас не любил. Ну, как, в принципе, и не может любить жестокий, манипулирующий, авторитарный человек. Потому что он сам себе все чувства свои подавил за счет контроля и за счет использования людей. Другое дело, что вам, что вы, точнее, для него удобно. Вот, по его мнению, вы для него удобно можете быть. И поэтому он за вами как бы и идет. То есть он за вами, ну, движется. Поэтому он, может быть, с вами и сблизился, потому что вы удобны для него. После первого свидания, когда я отказалась приглашать его в гости, он также сказал, мне нужны простые отношения. Видимо, ты не такая, ты хорошая девушка, найдешь еще своего человека. Это больше похоже на манипуляцию, потому что вы имеете полное право не приглашать после первого свидания мужчину к себе в гости. Ну, мало ли, мало ли что. Вот, и то, что он говорит, простые отношения, имеется в виду, что он хочет всеразволенности и всего и сразу полной свободы для себя. Вот. То есть абсолютно нету здесь уважения к вам. И его слова это, ну, вот что ты не такая. Да, вот это ключевой момент. Ты не такая. То есть ты не такая, какая должна быть. Это удар по больному месту женщины, что я хочу быть такой. И вы на это повелись и через сутки пригласили его в гости, чтобы ищербать конфликт. И он теперь знает после этого, что если ему что-то не понравится, он может сказать вот так, и вы помолчите, подумайте и ситуацию исправить. Как же мне вести себя в данной ситуации? Ищите вы. На самом деле, на самом деле, ваш вопрос уже сам по себе является проблемой. Потому что, ну, будь вы уверены в себе, любящей себя, уважающей себя и ценящей себя девушкой, перед вами такого вопроса бы не стояло. Потому что мужчина, очевидно, пытается вас теперь уже в прямом смысле прогнуть, прогнуть под себя и превратить в травку. Вот. Безвольную, которая делает только то, что нужно ему. Сказать, делает ли он потому что любит вас? Или потому что он так проявляет любовь? Или просто пытается вас подчинить? На самом деле, нельзя. Потому что, ну, свои мотивы знает только он, но, скажу так, что для вас не имеет значения, что именно им движет. Для вас не имеет значения, что он ведет себя вот так. Значит, для него отношения это вот такие. И по-другому его не устраивает. То есть, либо полное подчинение, либо полное подчинение, либо постоянная борьба и принижение, а может даже и унижение вас. И поэтому, то, как вам себя вести, зависит от того, чего вы хотите. Если в отношениях вы стремитесь к полному подчинению мужчине, если вам нравятся жестокие, манипулирующие и авторитарные мужчины, то вести себя в этой ситуации нужно так, что продолжать унижаться, просить его прощения, он обязательно к вам вернет. Потому что такой человек, как только убеждается в том, что партнер осознал, что сделал плохо, осознал, что поступил ужасно, как только он в достаточной степени потечит самолюбие субъекта, в данном случае вашего мужчины, то мужчина возвращается, потому что все-таки с вами ему было хорошо, с вами ему было удобно. По крайней мере, вас он увидел ту, которая ему нужна. Но если вы считаете, что подчинение в отношениях не для вас, если вы не чувствуете себя комфортно в этом, то вести себя нужно так, что просто идти дальше и забыть об этом молодом мужчине, забыть об этом молодом человеке и не воспринимать его слова на свой счет, потому что опрещены они не к вам, а к нему. Либо к кому-то из его родителей. То есть мужчина либо разговаривает сам с собой, либо говорит с кем-то из своих, родных, которые, ну, обращались с ним примерно вот так, примерно таким образом. Далее. Я расстроен, так как отношения он закончил так неожиданно и из-за какого-то пустяка. Ну, понимаете, расстройство ваше, расстройство, оно, я полагаю, имеет те же корни, что и вот то, что вы даёте по пятну. То есть есть какие-то у вас желания, которые стимулируют вас на то, чтобы вы шли на по пятну и чтобы вы чего-то ожидали от отношений. Но вопрос в том, чего хотите вы, хотите ли вы для себя или для вашего партнёра и что может дать вам партнёр. Потому что пока, пока вы расстроились из-за того, что сами что-то потеряли. То есть не молодой человек потерял, не вы потеряли возможность сделать что-то для своего молодого человека, а ваши ожидания не оправдались. Возможно, ваши вложения в отношения не оправдались из-за того, что вы вот шли на по пятну, уступали, да, а в итоге всё закончилось так. Это первое. Второе. Если мужчина вас не слушает и не желает делать то, что вам нравится и не желает убирать то, что вам не нравится, то это дальше будет только хуже. Далее. Если мужчина расстаётся из-за пустяка, значит либо он никогда вас не любил и отношений ему не дорожит, либо он будет использовать каждый этот пустяк для ещё большего подчинения вас. То есть, по факту, по факту, опять же, здесь не имеет значения по какой причине мужчина так себя ведёт. Важно то, что для него это способ. Понимаете? Вот. Для него это способ введения отношений. А для него это способ раскрытия себя как мужчины. Понимаете? Понимаете? И для вас это пустяк. А для него это повод. Повод реализовать какие-то свои, явно свои, желания. Далее. Мне обидно. Пишите вы. Мне обидно. Понимаете? Если вам обидно, значит это не оправдались ваши ожидания, которые основаны на ваших желаниях, которые в свою очередь основаны на влечении. И здесь так. Либо вы работаете в сторону определения своих влечений и желаний, и корректируете их исполнение более независимым путём, чтобы вам не было обидно. Либо вы, значит, подбираете такого человека, который реально может вам дать то, что вы хотите. А иначе это просто такое, знаете, программирование на страдания, на боль. То есть вы хотите, чтобы вам было обидно. Обидно. Ну и, что-то вам обидно, это говорит о том, что вас это задело. Вот. Факт того, что вас это задело, свидетельствует о том, что вы в себе в чём-то не уверены, что вы в себе что-то не принимаете, что вы от чего-то бежите в себе. Ну, либо боитесь, либо просто пытаетесь закрыть глаза на какие-то свои стороны, которые, по вашему мнению, не должны у вас быть. Вот. То есть ваша обида, это, опять же, здесь это ваша ответственность только, как и в первом случае. Но если, но если в первом случае, когда вам было обидно и вы капризничали, это было, в общем, естественно, именно в рамках отношений, то вот здесь, когда мужчина заказывает отношения и вам обидно, это менее естественно. То есть да, вы можете сказать, ну как же так, я же обратный в отношениях, я же человек, я чувствую, мне неприятно. Да. Вам неприятно. Я согласен. Но только, далеко не каждый человек из тех, кому неприятно, после этого идёт на сайт психологов и задаёт платный вопрос. Знаете? Настолько вам обидно. А вот это уже не нормально. То есть у вас настолько вот эти вот, ага, либо вас настолько сильно задело, то есть вы настолько не принимаете себя, либо у вас настолько сильны желания, и вы не видите другого способа, кроме как удовлетворить их через этого молодого человека. Либо вы уже от самого молодого человека зависите, либо вы считаете, что это ваша идеальная пара, вот этот молодой человек. Но тогда вести себя нужно по-другому, если это ваша пара. Я не понимаю, это его очередная манипуляция или не совсем. Ну, понимаете, вот очередная манипуляция, да, вы там вначале что говорите? Значит, вы говорите, это манипуляция или окончательно? Знаете, чтобы определить, манипулятор человек или нет, нужна система манипуляций. А вот как бы непонятно, в первом случае была ли это манипуляция, было ли это манипуляция или нет? То, что вы рассказывали про то, что не пригласили его в гости. То есть непонятно, может быть, мужчина действительно считает такие отношения для себя, ну, приемлемыми. Может быть, он, правда, не хочет повторения своей истории какой-то. То есть нужно два-три раза подобных происшествий, чтобы сказать, да, это манипуляция. А если у вас было только два раза вот это, вот это, то нет, нельзя сказать, что это манипуляция. Но, исходя из того, что вы написали, я могу с уверенностью сказать, что мужчина ждет, что вы будете унижаться и, значит, как-то к нему, к нему искать подход, потому что, ну, в противном случае он бы не позволил бы себе пригласить его в гости и исчерпать конфликт. То есть он здесь выставил себя жертвой, как бы, и вот выставлять себя жертвой, так же, как и во втором случае, это признак манипулятора. Так, дальше. Стоит ли писать что-то? А зачем? Вот зачем писать? Чтобы что писать? Ну, напишите вы и что. Если это манипулятор, мужчина не изменится, он так и будет манипулировать, и он так и будет вас подчинять. Если это не совсем, то мужчина, скорее всего, вам не ответит. Понимаете? Если вы считаете, что это ваша идеальная пара, пишите, конечно. Пишите, извиняйтесь, сближайтесь, исправляйтесь. Но будьте готовы к тому, что мужчина будет всё больше и больше вас контролировать. По поводу вашего принципа, понимаете, ну, вот этот принцип такой, очень обесценивающий. Не надо посылать, вот так не надо идти туда, куда вас послали, не надо идти. Потому что это означает, что вас спалили грязью, и вы её приняли. Вот. Откуда такое смирение у вас? Если вы имеете в виду, что если вас оттолкнули, не стоит возвращаться к тому, кто оттолкнул вас, это да. Но вы тогда противоречите этому тем, что спрашиваете, стоит ли дальше писать что-то. А если в первый раз я конкретно знал, что он хочет, чтобы я сделала, то, что в этот раз меня вроде отравили в освоящий и не знаю, что можно сделать. Буду признательна за ответы. Ну, понимаете, у меня такое ощущение, что вы, простите, пытаетесь стать мужчиной. Если в первый раз я знал, что он хочет, чтобы я сделал, да не должна женщина знать, что она должна делать, чтобы мужчине было хорошо. Мужчина сам должен делать всё, чтобы ему было хорошо, и его женщине тоже. Зачем? Мужчине ещё один мужчина, как бы. Вы можете знать, что вам сделать для себя, это да. Но чтобы мужчине... Нет. Мне кажется, системная проблема в том, что вы оба не открыты, не честны друг с другом. Вот. Вы не говорите, как есть, мужчина не говорит, как есть. Вот. То есть... Такая история. И... Вас, понимаете, вас не отправили в освоясь. Вам сказали, что не нравится, что вы обижаетесь. Из-за пустяков. И пустяк или не пустяк, определяет сам человек. Не вы, а он. То есть, если вам повезло, что он не посчитал то, из-за чего вы обиделись пустяком. То есть, да, если вам повезло... Нет. Если вам повезло, что он посчитал то, на что вы обиделись чем-то важным, то все здорово. Все здорово, вы имеете право обижаться. А если нет, то не имеете. И вы же понимаете, что со временем пустяков станет больше. А важных моментов не будет. Вот вы и исходите из этого. На самом деле. Вы говорите, мне печально. Но печально вам может быть только здесь от того, что вы остались одна. Что вы потеряли мужчину, и что вы больше не вместе. Печально вам может быть, потому что вы не хотите быть одна, а это означает, что вы не принимаете себя. А это означает, что вы в другом человеке ищете то, чего нет в вас. По сути. По сути дела. Ну а это, извините меня, прямой путь к зависимости. Потому что здоровые отношения, это когда две полноценные, принимающие себя личности, взаимодействуют друг с другом. Не важно как. Не важно. Если одному партнеру, например, вам нравится подчиняться, а другому нравится доминировать. Все здорово. Все здорово. Но тогда и нужно следовать этому поведению. А если вы не следуете, да, например, или не хотите следовать, или вас это не устраивает, то нужно обеспечивать вот эту вот самую модель выбранного вами поведения. Вот. Что еще добавить? Что еще добавить? Ну, мне кажется, что у вас есть тревожность, мне кажется, что у вас есть неуверенность, мне кажется, что вы сомневаетесь в своей привлекательности, в своей ценности. Вот. Мне кажется, что вы склонны к меланхолии. Почему-то. Такая интуиция, интуитивное такое пришло предположение. Мне склонны, мне кажется, что вы склонны к психотическому, то есть зависимому поведению. И я из этого могу сделать вывод, что ваши родители, они были такими, знаете, достаточно жесткими, как раз таки авторитарными, да. Либо наоборот, они были очень мягкими и вас воспитали так же. То есть вот в смирении, в молчании, в уступчивости, вот. Ну тут либо сценарий, либо контрсценарий, по сути, то есть в зависимости от того, какие были родители, то есть, знаете, в принципе одно и то же. Вот так мне видится. И здесь момент такой, либо вы себя принимаете, какая вы есть, либо меняете себя. Для этого нужно хотеть. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, значит, как вести себя в этой ситуации, вот исходите из тех аспектов, которые я назвал. Я не думаю, что я могу вам рекомендовать именно как поступить. Вам надо прочувствовать, как вы хотите поступать, для чего вы хотите поступать именно так и поступить так, чтобы не жалеть потом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...